Значит, в прошлый раз я рассказывал про векторное пространство, да, и, значит, у нас были, было понятие векторного пространства, векторного пространства, да, над каким-то полем К, то есть у меня фиксировалось с поля К, и дальше я работал с множеством векторов, то есть с множеством, где у меня есть операция сложения двух векторов и операция умножения на, и умножение на элементы из поля. Из К на В, В. И, значит, главная теорема прошлого раза состояла в том, что в любом векторном пространстве, ну, не в любом, ну, в общем, по факту в любом, но для этого нужна там какая-то аксиома выбора или там лемма-цорна, какие-то сложные вещи, но в любом векторном пространстве, который порождается конечным набором векторов, ну, ничего, давайте так, в любом конечно порожденном векторном пространстве, можно выбрать базис, базис, то есть набор векторов векторов E1DN, набор линейно-независимых векторов, которые порождают все пространство, линейно-независимые вектора, порождающие все пространство В. Вот. И, соответственно, то, что было доказано, что число N не зависит от от вот этого базиса, то есть число N для всех возможных выборов базиса одно и то же. Ну, и, соответственно, в частности, значит, как устроено было доказательство, что было показано, что у меня имеется изоморфизм между векторным пространством В и набором из N чисел, то есть и K в степени N, которые есть N чисел, значит, что у меня АИТЫ АИТЫ принадлежат K. То есть и некоторым стандартным векторным пространством, ну, или скорее правильнее сказать так, что у меня есть отображение в эту сторону, то есть вот это выбор вот этих E1, EN, это построение отображения из K в степени N, V, которое, ну, набор чисел А1, АН переводит в сумму АИТЫ, ЕИТЫ. И, значит, самое главное было о том, что это биекция, биекция на уровне множества. Значит, это биекция. Ну, это не просто биекция, это биекция векторных пространств. Пространство. То, на чем я в прошлый раз не акцентировал свое внимание, но сейчас хочу акцентировать о том, что у меня, значит, действительно биекция векторных пространств, или правильное слово тут изоморфизм. Значит, вот когда вы видите слово морфизм, это означает, что это не просто, значит, морфизм, это отображение каких-то алгебраических структур одной природы, которые уважают эту самую алгебраическую структуру. То есть, в частности, значит, морфизм или гомоморфизм векторных пространств, то есть, тут вот, собственно, самое главное ненужное определение, это гомоморфизм векторных пространств φ, да, из В, В, это, значит, это отображение, отображение φ из векторного пространства В векторное пространство W, которое согласовано со структурой векторного пространства. Согласовано со структурой векторного пространства. Что это значит? Ну, это значит, что у меня линейная комбинация должна переходить в линейную комбинацию, то есть φ λ v плюс μ В должно быть равно лямбда фи от В плюс мю фи от В. Для любых лямбда и мю, принадлежащих полю, и В и В, принадлежащих векторному пространству. Это условие называется линейность. А когда мы работаем с векторным пространством, поскольку с векторным пространством работают не только математики, а и много кто еще, для них слово гоморфизм кажется неприличным, поэтому часто используют слово просто линейное отображение. Это же линейное отображение. То есть я настаиваю на слове гоморфизм, чтобы вы к нему привлекали, потому что это то, чем пользуются активно в алгебре, потому что это универсальное слово для всех возможных алгебрических структур. Но действительно, этот частный случай очень важен для всей нашей современной жизни, и поэтому имеет отдельное название, называется линейным отображением. Ну, значит, теперь дальше стоит вопрос, естественно, чем, собственно, задается это самое линейное отображение. И что мне нужно, какой набор данных нужно хранить, чтобы написать линейное отображение из векторного пространства В в векторное пространство ВВ. Потому что это то, что хранят наши компьютеры, и то, чем они занимаются, они занимаются как раз применением различных линейных отображений между векторными пространствами. Поэтому им нужно уметь компактно хранить эту информацию. Ну, значит, что нужно для определения, ну, или как не для определения, для как бы задания В. Задание, нет, это ФИ из В в В. Ну, здесь обычная ситуация состоит в чем? Что вы, то, что учат, опять-таки, во всех вузах, это, значит, я хочу, ну, само с абстрактным векторным пространством работать сложно. А с чем просто работать? Просто работать с векторным пространством таким вот, где уже задан базис. Или то, что называется еще арифметическим векторным пространством. Значит, то есть, давайте пусть у меня, пусть В выбран базис. Базис Е1, Еn. Тогда, значит, выбор базиса означает, дает мне отождествление, как мы знаем, вот этого арифметического векторного пространства с векторным пространством В. И поэтому все, что мне нужно знать теперь, у меня, значит, мне нужно по набору чисел А1, АН написать образ соответствующего вектора здесь. То есть, мне нужно писать, если у меня дан вектор В, который сумма АИТА и ЕИТА. Ох, АИТА, давайте ВИТА напишем. ВИТА и ЕИТА. Мне нужно по нему построить фи от В. Ну и все, чем я хочу пользоваться, собственно, я хочу пользоваться линейностью. Это фи от суммы ВИТА и ЕИТА. Ну а дальше, пользуясь вот этой самой линейностью, я могу константы выносить за скобку и сумму тоже выносить за скобку. Поэтому то, что у меня здесь будет, они равны от единицы до n, у меня будет сумма ВИТА и ФИ от ЕИТА. И равно от единицы до n. Ну вот. То есть, в принципе, казалось бы, значит, это все, что мне нужно. Во-первых, замечу, что это... То есть, для того, чтобы определить это самое отображение, мне нужно, все, что мне нужно сказать, мне нужно задать образы вот этих базисных векторов. Причем я хочу сказать, что я могу выбрать их любыми. Потому что, ну, вот эта строчка, она однозначно определяет мне образ вектора фи от В. Потому что вектор В единственным образом представляется в виде этой комбинации. Важна единственность. То есть, поскольку он единственным образом определяется в виде такой линейной комбинации, то вот эти числа ВИТА определены однозначно. Ну вот. И замечу, что, ну, как вот, то, что вот это отображение уважает вот эту структуру. Это вещь, ну, проверяемая прямо последовательно. Потому что сумма, у меня здесь сумма координат и умножение на число, оно переходит в соответствующую линейную комбинацию там. Поэтому то, что вот такое отображение би-якция, оно же еще и линейное отображение, это совсем просто. Ну и, соответственно, значит, отсюда выводится, что и вот это отображение тоже согласовано. То есть, я его могу таким образом, значит, задание векторов, произвольного набора векторов. Дубль ВИТА в качестве ФИ от ЕИТА элементы W, однозначно определяет мне отображение. Это однозначно определяет линейное отображение ФИ на УТЕМ. Давайте обозначим W. Значит, ну, это, то есть, то, что мне нужно хранить, ту информацию, которую мне нужно сказать, мне нужно хранить вот эти самые вектора ФИ от W ИТАХ. Ну, значит, можно хранить, как теперь спрашивается хранить набор векторов? Ну, я уже сказал, значит, что я отождествил мое пространство В с пространством К в степени Н, ну, выбрав базис здесь. А выбрав базис здесь, я отождествлю его с векторным пространством К в степени Н. Лин ФМ, что тоже обычно происходит или там дано из каких-то соображений. Значит, что я получу отображение из К в степени Н в W, вот у меня есть два изоморфизма. Ну, и теперь то, что я делаю в реальности, то, что я могу задать, я могу задать отображение между К в степени Н и К в степени Н. А именно, я могу теперь расписать, собственно, как эти вектора W ИТАХ расписываются по базису F ИТАХ. Значит, распишем. W ИТАХ по базису. Ну, и я получаю, значит, у меня уже один индекс зафиксирован. W ИТАХ, должно быть равно сумма А, значит, и что мне тут написано? F, ЖИТАХ, А, ЖИТАХ, да? А, ЖИТАХ, уже элементы из моего поля К. Ну, и, соответственно, все, что мне нужно хранить, мне нужно хранить вот этот самый набор индексов. Значит, тогда, собственно, определение матрицей отображения отображения линейного отображения при выбранном при выбранных базисах, то есть у меня выбран базис К в степени Н здесь, К в степени Н здесь, называется набор чисел вот этих самых А, ЖИ. То есть это вот А, оно зависит от ФИ. То есть, как мы видим, значит, у меня это, то, что я могу сделать, я могу выбрать базис в одном пространстве, выбрать базис в другом пространстве и по линейному отображению построить матрицу этого линейного отображения. Это набор чисел А, ЖИТАХ. Почему это удобно? Ну, во-первых, это набор чисел, а не какой-то абстрактный гомоморфизм, определенный на векторах. Во-вторых, ну, с ним можно работать, то есть его можно применять, если мне дан вектор терминов в базисе, то я могу посчитать его образ, зная только эти числа, ЖИТАХ. Ну, и давайте эти примеры какие-нибудь базовые разберем, хотя это то, что, конечно, нужно делать самостоятельно, они мне у доски. Ну, давайте какой-нибудь разберем такой простейший случай. Значит, пример. Ну, в качестве примера я возьму, значит, в качестве моего векторного пространства В, я возьму поле F8, которое я записывал в виде F2 от альфа, фактор по альфа в кубе плюс альфа плюс 1. Значит, и возьму его же в качестве векторного пространства W, и все это буду рассматривать как векторное пространство над F2. Потому что поле F2 вложено в поле F8, и, соответственно, я могу все элементы отсюда, я могу складывать и умножать не просто на себя, но еще и умножать на элементы из маленького поля, поэтому это типичный пример векторного пространства над F2. Ну, а какое отображение, значит, а в качестве Фи я возьму умножение на число альфа. Да, вот вычет этого самого числа альфа. Ну, соответственно, что мне нужно сделать? Нужно выбрать базис здесь, базис здесь, ну, поскольку это у меня одно и то же пространство, выберу и там, и там один, и тот же базис. Ну, значит, выберем базис. Ну, и какой самый удобный? Базис, собственно, базис из степени. Это 1, альфа, альфа в квадрате, альфа в кубе уже выражаются через предыдущие степени. Значит, в этом самом деле F8 над F2. Ну, вот, ну, и оператор тогда матрица умножения, ну, это что, мне нужно сказать, чему равен образ Фи от единицы, Фи от альфа, Фи от альфа в квадрате? Ну, умножение на альфа от единицы переводят в альфу, это переходит в альфа в квадрате, это переходит в альфа в кубе, которое вычет, которое вот то же самое, что альфа плюс 1. Это мое Фи. Ну, соответственно, матрица, которая у меня будет написана, значит, еще раз, я беру правило такое. Я пишу здесь базисные вектора E1, E2, E3, E1, E2, E3, и, значит, на G и том месте, я так плохо написал, значит, у меня здесь стоит А1, E1, A1, N, А, M1, А, M, N, это матрица, это выражение из К в степени M, К в степени N, К в степени M, где, значит, А, Ж и Т – это коэффициент образа ФИ от Е и Т – при ФИ от Е и Т – при ФЖ. Ну и, соответственно, вот здесь, вот та матрица, которая у меня появляется, давайте ее выпишем, единица у меня перешла в альфу, альфа перешла в альфа в квадрате, поэтому это вектор с координатами, это вектор с координатами 0, 1, 0, это вектор с координатами 0, 0, 1, а это вектор с координатами 1, 1, 0. Ну вот я их по столбцам и выписываю, значит, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Вот, значит, почему запись идет по столбцам, потому что мы по столбцам раскладываем образ Итова, образы базисных векторов. Ну, с одной стороны, это исторически так сложилось, но исторически сложилась немножко другая вещь, а именно то, как происходит… Теперь давайте я напишу, собственно, образ вектора В, что самое главное, если мне задан набор координат. значит, тогда давайте это здесь можно дописать, чему будет фи от… фи от сумма… фи от и, 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 и… в, и, 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 и… что есть сумма фи от… фи от и, 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 и… То есть вот то, что вам нужно посчитать, то, что у вас получается, это сумма по жи и по и элементов матрицы на вектор. То есть коэффициент при житом векторе, правило здесь, если кто-то не слышал, правило строка на столбец. К на правило умножения. Значит, если я хочу найти образ оператора заданного матрицей А от вектора, у которого координаты В1, ВН, то вектор вектора записывается как вектор столбцы вектора в К в степени. Это вектор столбцы, столбцы V1, ВН. А, значит, вот этот вот элемент В1, ВН, это элемент из моего пространства, того, с которого я начинал. А его образ, который пишут в виде матрицы А и Ж, здесь В1, ВН, вектор В, значит, он вычисляется по правилу, которое вот написано вот здесь. И состоит оно в том, что я должен просуммировать, значит, я должен получить вектор из К в степени М и житой координаты этого вектора. Это последовательное применение умножения элементов в житой строке на весь столбец из векторов в Эйдах. То есть вот в этом месте у меня будет стоять АЖ1 на В1, АЖ2 на В2 и так далее. То есть в частности, вот я хочу там применить умножение... Хочу применить умножение вот этого, умножение на альфа к сумме 1 плюс альфа плюс альфа в квадрате. Это, значит, применение матрицы, которой у меня написано 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0 к вектору 1, 1, 1. Ну, что у меня происходит? Первая строка в произведении у меня только 1, не нулевой элемент, это вот этот. А вторая строка сумма 1 плюс 1, ну что я напишу? Это 0 плюс 0 плюс 1, 1 плюс 0 плюс 1, а здесь это 0 плюс 0, что равно 1, 0, 1. Ну, что, в общем, можно было посчитать и так? Считайте, есть единица плюс альфа в квадрате. Замечательно. Вот, значит, умножение матриц нужно... То есть это я что вам рассказал? Я вам рассказал, как умножить матрицу на один столбец. Но я думаю, что большинство из вас выйдет это не в первый раз. Надеюсь. А то, что вы дальше тоже могли встречать, это умножение двух матриц. Значит, умножение одной матрицы на другую матрицу. Давайте... А, сейчас, прежде чем идти туда... Нет, ну, все правильно, да. Значит, давайте... Следующий этап, это я хочу определить композицию двух отображений. Значит, чем хороши линейные отображения, тем, что я их могу композировать, а матрицы я могу, соответственно, перемножать. И вот следующий вопрос, это как связаны эти две операции. То есть рассмотрим отображение, композицию отображений. Значит, еще раз, у меня есть пространство К в степени Н. Давайте я уже их сразу буду отождествлять арифметическими, которые заданы матрицей А. Так, проходит пространство К в степени М. Это К в степени Л. Значит, А это М на Н матрица. Здесь В это... Сколько на сколько матрица? Л на М. Матрица порядка, то есть у вас есть. И то, что я должен, то, что я хочу из этого построить, то есть я хочу написать композицию этих отображений. К в степени Н, К в степени Л. В степени Б, примененная к А. Ну или как бы на уровне матрицы это отображение и задать... Значит, задать композицию линейных отображений. Это и... Понятно, как? Вы просто берете композицию отображения, оно должно быть автоматически линейным, потому что каждое из этих отображений уважало структуру векторного пространства по отдельности. Вопрос, что происходит с матрицами. Значит, композиция отображений на языке матриц. Матриц... Это называется произведение. Дает... Дает... Определяет... Произведение... Произведение... Произ-ви-ди-ди-ди-ди... Матрица. Дает произведение. И, соответственно, поэтому она и называется в алгебре. Слово алгебра я сейчас поясню через минуту. То, что мне нужно, сначала давайте все-таки определим, что такое произведение. Ну, произведение матриц устроено ровно таким же способом. Значит, я должен... Я уже знаю, что такое произведение матрицы вида... Сколько там... М на Н. Как ее перемножить на матрицу вида Н на 1? Да? Значит, здесь у меня были... Было Н строк высоты М. А здесь у меня одна строка высоты Н. Вот у меня и стоит произведение матрицы М на Н на Н на 1. Ну, то есть дальше здесь все происходит то же самое. Просто я должен это последовательно проделать с каждым из столбцов. То есть это произведение совпадает по столбцовым произведениям. Произведение. Ну, надо это как-то пояснить. Все-таки я это так заявил. А пояснить это можно просто формулами. Ну, еще раз, значит, что мне нужно сделать? У меня здесь был базис ЕИТА, здесь базис ФЖТА, здесь базис ЕФЖКТА. Ну, и что я должен сделать? То есть я должен написать сначала образ ЕИТА, А потом написать образ образа ЕИТА. Это Б хотим написать. писать Б от А от ЕИТА. Ну, это можно делать последовательно, да? Это значит, Б от А от ЕИТА. Я, конечно, жульничаю, что использую одни и те же буквы для операторов, для линейных отображений, для соответствующих матриц. По-хорошему так делать нельзя. Ну, я думаю, что вы меня простите. Значит, ну, давайте это распишем. Что здесь написано? Здесь у меня написано сумма ФЖ на АЖИ. АЖИ, сумма по АЖИ. А дальше я, значит, АЖИ по линейности я могу вынести сумму по АЖИ, Б от ФЖ на АЖИ. Ну, и расписать дальше сумму по АЖИ. То есть тем самым КИТАЙ элемент матрицы Б помножить на А, ну, или оператора композиции, он вычисляется по вот тому правилу, которое здесь написано. Сумма по АЖИ по множить на АЖИ. Это ровно опять есть вот это самое правило. Строка. Значит, я беру катую строку. Первый индекс у меня отвечает за строчку, второй за столбец. Беру катую строчку и ИТАЙ столбец матрицы А и последовательно применяю, беру произведение последовательных чисел и получаю то, что нужно. Это такой вывод, который, если матрицы никогда не перемножали, то, конечно, нужно их поучиться поперемножать и нужно уметь строить по матрице оператор, потому что иногда бывает проще композировать сами операторы. Ну, это у вас там будут сегодня задачи. Немножко поделайте. Значит, теперь слова алгебра, которой у меня до этого не было. Значит, определение. Алгебра. Это не обязательно коммутативное. Не обязательно коммутативное и не обязательно с единицей. Векторное пространство – это, значит, кольцо, которое в дополнение еще является векторным пространством над полем К. То есть, если у меня есть структура, во-первых, кольца, а во-вторых, векторное пространство над полем К, то вот это все вместе называется алгеброй тоже над полем К. Значит, единственное, что, вот, заметьте, значит, про алгебры, впрочем, как и про кольца, не всегда предполагается коммутативность и наличие единицы. Вот. Что, собственно, на что я действительно хочу обратить внимание, что алгебра матриц далеко не коммутативная алгебра, потому что, как мы знаем, не всегда А, Б не всегда равно Б. Ладно. Нет. Существуют А и Б такие, что А, Б не равно Б. Однако, что мы можем делать? Мы действительно можем складывать и умножать на число все матрицы, потому что, то есть я, во-первых, могу, ну, как бы просто матрица – это набор, набор из не N чисел, а набор из MN чисел, то есть как векторное пространство алгебры матриц матрицы M на N матриц, как векторное пространство, это вещь изоморсная просто К в степени MN. С одной стороны, то есть у меня просто есть, как бы мне нужно набор из MN чисел, которые я могу складывать, могу умножать на число, и ничего с моим не происходит. Но что важно, что это же пространство – это пространство изоморфное, то, что мы, собственно, делаем, выбирая базис, оно изоморфное пространство линейных отображений из V в W, ну или давайте здесь напишем из K в степени M, N в K в степени M. И то, что линейное отображение можно складывать и вычитать. То есть вот это утверждение – это не совсем банальное утверждение. Здесь у меня выбран некоторый базис, и есть просто явное отождествление с векторным пространством. Структура векторного пространства задана на сложении матриц. А структура векторного пространства здесь как устроена? Если у меня есть два линейных отображения, фи и пси отсюда, то я могу их просто взять их линейную комбинацию и написать лямбля фи плюс мю пси. Лямбля фи плюс мю пси, примененная к вектору V, ну это просто линейная комбинация того, что будет лямбля фи от V плюс мю пси от V. Поэтому структура векторного пространства здесь тоже каноническое есть. Хом – пространство гоморфизмов из векторного пространства. Такое векторное пространство такое. Хом – от слова хомоморфизм. Поскольку линейное отображение – это гомоморфизм, то вот, собственно, то есть множество всех линейных отображений из этого пространства в это пространство. Просто это множество, оно уже в себе несет структуру векторного пространства. Что всегда приятно. Замечательно. Значит, давайте теперь такое замечание, которое мне нужно. Это, ну или скорее как бы единственное утверждение на сегодня нетривиальное. Значит, я хочу… Теоремой это назвать не получается, но я хочу, значит, сформулировать, да, я это назову как предложение. предложение состоит в следующем, что для любого линейного отображения фи из одного векторного пространства в другое имеется изоморфизм. Имеется изоморфизм, канонический изоморфизм. Слово канонический сейчас объяснять не будем. Изоморфизм фи из из В фактора по ядру фи в образ фи. Значит, это вещь не связанная с алгеброй матрицы, но это вещь, то, которая… то, что действительно мы сейчас будем дальше использовать, и то сейчас я делаю некоторое отступление от алгебры матрицы, поговорим просто назад про векторное пространство, потом опять к ним вернемся. Значит, что здесь написано? Значит, я теперь… Давайте я сотру все эти матрицы, чтобы пока про них… не думать. К этому через пять минут вернемся. Значит, а сейчас я хочу то утверждение, которое я… которым вы в реальности уже пользовались в какой-то момент в каких-то задачах, семинарах, но его нужно пояснить. Значит, еще раз. с… Давайте я объясню, что вообще здесь написано. Значит, мне задано линейное отображение фи или гоморфизма. Значит, я могу с ним сначала дать пояснение. Значит, во-первых, я с ним могу связать пространство кер-фи от слова кер-фи от слова кер-нулю. Это множество тех векторов в из в, таких, что фи от в равно нулю. и им-фи от слова и н-фи от слова и н-фи. Ну, значит, это множество… Это уже по определению множество таких дубль в из в, таких, что существует в из в, и от в равно дубль в. Это именно тот образ, к которому вы привыкли для… А в из в. В из дубль в, да. Это ровно то, к чему вы должны привыкнуть с точки зрения теоретического множественных вещей. То есть, единственное нитриальное теоретическое множественное это вот под множество ядро. То, чего не бывает просто для отображения множественных, но бывает для отображения векторных пространств. И, ну, и с каждым отображением, у меня связано его ядро этого отображения. И это ядро, ну, как бы, оно не зависит ни от выбора там базиса, ни от чего. Это некоторая каноническая вещь, строящаяся по отображению. Значит, что здесь нетривиального? Это понятие, то, что здесь написано, V-фактор по ядру. Значит, V-фактор по, и это фактор пространства. Ну, или вообще, давайте здесь не по ядру, а напишем по U. Фактор пространства, пространство V под пространство W. Ну, значит, что вкладывается в это определение? Значит, слова «фактор» всегда означают фактор по какому-то отношению эквивалентности. Это значит, что я на векторном пространстве V должен ввести отношение эквивалентности так, что на факторе у меня тоже будет структура векторного пространства. Ну, вот, утверждается, значит, что я, выбрав под пространство U, ой, под пространство U, могу определить отношение эквивалентности следующим образом. Значит, я скажу, что A эквивалентно U, A эквивалентно B, если по определению A минус B принадлежит под пространство U. так же, как я, когда я с кольцами брал факторы по идеалу, видно, что это отношение эквивалентности, что A эквивалентно A, транзитивность и рефлексивность. То есть, если A минус B принадлежит векторному пространству, то и B минус A принадлежит векторному под пространству. Если A, ну, что там, под пространство есть 0, поэтому A минус A тоже принадлежит векторному под пространству. У меня у вас вопрос? Извините, а можете, пожалуйста, еще раз обозначение им от FI пояснить? Множество, но это, это просто образ, то есть, множество тех векторов из W таких, что найдется прообраз. То есть, существует вектор из W такой, что FI от этого вектора равен вот этому. То есть, тут понятие образа, оно, если вы работали просто с отображениями множеств, не должно быть для вас сильно новым. Что может быть немножко новым? Это вот понятие фактор пространства, потому что его действительно нужно как-то прочувствовать. Оно не, как и все факторы, факторы объекта, это вещь, к которым нужно немножко привыкнуть. я определил отношение эквивалентности, то, что мне нужно показать, что это отношение эквивалентности уважает структуру векторного пространства. Что это значит? Что если как я буду вводить на фактор множества структура, которая мне нужна, всегда индуцируется из того, что было сверху. То есть, если я хочу сложить два вектора A и B из V и W из этого самого V по U, то то, что я должен сделать, я должен взять, если я хочу написать линейную комбинацию таких векторов, я должен взять линейную комбинацию произвольных прообразов V плюс W, а потом взять соответствующий элемент в соответствующий класс эквивалентности в этом множестве классов эквивалентности. Ну и то, что нужно проверить, что эта вещь корректно определена и не зависит от выбора представителей. Ну, проверять я такую доску, конечно, не хочу, но предлагаю вам либо проверить самим, либо поверить. Хотя, в общем, тут проверять особо нечего. Ну, то есть, что бы сказать, что уважает структуру векторного пространства. значит, то, что хочется сделать теперь, это хочется отождествить теперь вот это пространство с этим пространством. Ну, давайте попробуем построить просто, то есть, я утверждаю, что фи прям строит это отображение из фактора множества сюда. наступим. Наказательство, да? Наказательство устроено как? Что у меня есть, ну, хочу сказать, что а эквивалентно б равносильно тому, что а минус б принадлежит ядру фи, да? Что равносильно тому, что, ну, просто по определению, что фи от разности от а минус б равно нулю. Ну, это равносильно тому, что фи от а равно фи от б по линейности. Ну, и давайте написать фи от а минус фи от б равно нулю, что равносильно тому, что фи от а равно фи от б. Ну, это означает, что мое отображение фи, оно действительно корректно определено на множестве классов эквивалентности. То есть, оно все, если у меня два элемента эквивалентны, то их то они попадают в один и тот же элемент в образе. Поэтому я могу определить это отображение на множестве классов эквивалентности. Ну, и более того, если у меня образы двух элементов совпадают, то, как видно с того, что написано здесь, это равносильно тому, что эти два элемента находятся в одном классе эквивалентности. Поэтому ну, просто по определению более-менее, ну, не по определению, а вот по этой вот линейности, которая здесь написана, у меня получается биективное отображение между фактором по ядру и между множеством классов эквивалентности и образом. То есть, то, что видно отсюда, следует, отсюда следует, что фи биекция. Она просто доставляет биекцию между множеством классов эквивалентности здесь и элементами в образе. Но единственное, что остается проверить, что это линейное отображение. Что оно действительно там линейную комбинацию переводят в линейную комбинацию? Ну, это следует из линейности фи. Поэтому это не просто биекция плюс линейность, следовательно, изоморфизм. что я отсюда хочу вывести? Следствие, которое я хочу получить, что размерность v по w равна размерность v по умней, размерность v минус размерность u. Такое, то есть, что когда вы берете фактор, то у меня то, что получается, функция размерности, она аддитивна относительно взятия фактора. Ну, доказательство это утверждение какое? ну, давайте я возьму этот самый, возьму в векторном пространстве у лежит v, возьму здесь базис e1 e r e n давайте дополню его до базиса v, это базис v дополним до базиса v v чай это в прошлый раз не сказал g n g plus 1 g n plus m но эта вещь как мне казалось интуитивно понятная процесс дополнения до базиса что это значит вот у меня что такое базис это набор линейно-независимых векторов который порождает мое множество ну значит я могу взять набор порождающий это множество линейно-независимых а дальше последовательно брать вектора отсюда так чтобы они были линейно-независимы со всем предыдущим то есть добавили один элемент это осталось линейно-независимым если я породил все v значит у меня уже появился базис потом взял еще один элемент который не принадлежит моему пространству но если он не принадлежит моему пространству значит он не представляется в виде линейной комбинации значит он линейно-независим ну и так далее и так вот до тех пор пока вы не построите все в это такая операция дополнения добавить очень естественная и в каком смысле конструктивная вот а теперь значит что теперь я хочу построить отображение построим отображение пи из моего пространства из v который я отождествляю с k в степени m плюс n выбор в базис в пространство w в которое я хочу отождествить с k в степени m а именно я хочу это дубль воспринимать как то что порождено последними n плюс 1 последними m векторами n плюс m и моё отображение пи устроено просто что оно от векторов от оно забывает вот этот самый первый кусок оставляет то, что было в конце, что это просто сумма, значит, лямбда n плюс 1, n плюс m, e плюс m. Понятно, что это линейное отображение, причем даже понятно, какая матрица этого линейного отображения. Она первые n базисных векторов переводит в ноль, а последние оставляет на месте. Поэтому это хорошее линейное отображение. Ну а теперь, значит, что я знаю? Что теперь я утверждаю, хочу воспользоваться тем утверждением, что ядро v-фактор по ядру и изоморфно дубль v. Ну, изоморфните образу phi, которая в моей ситуации совпадает со всем дубль v, потому что я, как мы видим, любую линейную комбинацию этих векторов могу получить. Образ phi, который совпадает с дубль v. Значит, образ phi у меня совпадает со всем пространством дубль v, а ядро phi, ну, у меня элемент зануляется в том и только в том случае, когда его координаты при последних равны нулю, потому что эти координаты как были, так и остались. Ну, значит, этот элемент, ядро, это полностью мое ядро phi. И это как раз u. Поэтому эта вещь – это v по u. Ну вот, все размерности у меня вычислены. Размерность v – это n плюс m. Размерность u – это n. А размерность v по u – в данном случае это w – это m. И вот я наказал мою теорему несложную. То есть по стартуя с линейного отображения, я определил понятие ядра и образы, и вот получил вот такое утверждение, которое действительно очень полезное во всех своих применениях. Значит, дальше то, что меня будет интересовать, это в дальнейшем, то есть меня будет интересовать случай, когда v и w изоморфны, ну или, значит, мое phi, когда отображение phi доставляет изоморфизм. Значит, здесь замечание, ну или, скорее, следствие тоже. если размерности v и w конечные, то есть если это у меня пространство, в которых существует конечный батис, конечный набор порождающих, тогда фи изоморфизм, можно это понять в этих терминах. Значит, с точки зрения того, что здесь написано, это должно быть равносильно чему? что, во-первых, ядро phi нулевое, во-вторых, образ phi совпадает со всем w. Это то, что я считываю с того, что здесь написано. Значит, что у меня ничего не должно переходить в ноль, потому что иначе у меня у какого-то элемента будет, у нуля будет два прообраза с одной стороны, а с другой стороны образ должен совпадать со всем v. Но он утверждает, что как бы две эти вещи одновременно проверять не нужно, а достаточно проверить каждый из них по отдельности. Это неверно в случае бесконечно мерных пространств. Значит, вот это следствие. Важно, равносильность этих утверждений влечется конечной мерностью этих пространств, никак не без нее. Но, значит, как мне это доказывать? Ну, что я знаю, что если у меня а, нет, сейчас, извините, и дим v равно, если у меня их размерности совпадают, и меньше бесконечности. Ну, что мне нужно? Потому что меня обычно интересует отображение из одного пространства в себя. Потому что иначе, конечно, это все верно быть не может. Значит, тогда я утверждаю, что φ-изоморфизм, если они совпадают. Ну, давайте смотреть. У меня... Если... Если образ φ-всё, то эта штука имеет... Это, значит, мне равно дубль v, а значит, изоморфно К в степени n. А вот эта вещь у меня изоморфно К в степени n по К в степени n минус размерность ядра. Ну, и, соответственно, что мне нужно? Значит, если К в степени n минус размерность, если ядро нулевое, то эта вещь изоморфно К в степени n, и, значит, оно изоморфно отображается на образ. Значит, его образ имеет размерность К в степени n, а в n-мерном векторном пространстве ну, оно, значит, там есть... В этом n-мерном в образе у меня имеется n линейных независимых векторов, ну, и, значит, они порождают всё пространство. Ну, и наоборот. Если у меня образ совпадает со всем К в степени n, то тогда вот здесь вот не может, значит, тогда размерность этого ядра должна быть нулевая. Ну, и... А если размерность векторного пространства ноль, значит, в нём в базисе... Нету базиса состоит из пустого множества элементов. Значит, это векторное пространство нулевое. Замечательно. Вот. Но, значит, давайте ещё... Ещё одно замечание сюда напишем, что... То, что мне важно, что существует φ в минус первой. Это вообще определение того, что это биекция. Значит, слова изоморфизм, значит, гоморфизм векторных пространств плюс биекция. Значит, наличие φ в минус первой у меня автоматом, но оно равносильно тому, что это биекция. Вот. Но утверждается, что φ в минус первой тоже линейное автомрожение. Что если оно существует, φ в минус первой, то оно линейное отображение. Мне не нужно проверять... Не нужно проверять линейность φ в минус первой. Это... Это сильно тому, что существует φ в минус первой. И замечание, что если φ в минус первой существует, то оно изоморфизм. Ну, как это доказать? Ну, давайте... То оно, извините, то оно линейное отображение, то оно гоморфизм. Фи от лямбда а плюс нюл b. Я хочу показать такое, что это совпадает с... с φ в минус первой, с лямбда φ в минус первой. То есть нужно объяснить вот это равенство. Лямбда φ в минус первой от а и φ в минус первой от b. Ну, давайте я применю к левой и правой части φ, которую уже я знаю, что объекция. и тогда что я получу? Я получу лямбда а плюс нюл и лямбда в дубль в у меня будет лямбда в плюс нюл дубль в это равно лямбда φ в минус первой от v нюл фи минус первой от дубль в потому что φ композиция с φ минус первой это единица. Ну, значит, это равно φ от вот этого по линейности. Но если у меня φ от двух элементов совпадает, а φ биективный, это означает, что и эти два элемента тоже совпадают. Значит, поэтому такое вот замечание, что как бы если вы хотите что-то знать про ваше обратное, это то, что мне действительно будет нужно в дальнейшем, это то, что часто бывает и в жизни, то, значит, мне достаточно проверить, что я там проверяю наличие нулевого ядра или то, что у меня образ совпадает со всем, а то, что у меня обратный будет уже линейным отображением, это мне дается автоматом. Ну, и, значит, в частности, следствие там множество, которое мне... следствие, что множество, обратимых линейных отображений, ну, или как множество обратных отображений из В себя образует группу уже не Абелеву. Не Абелеву группу, которая обозначает G, L, от В. Не Абелеву в смысле, что АВ не обязательно равно, не всегда равно В. И вот такая центральная центральная группа почти всех групп, и как бы знание про нее вам как вас учат на геометрии, знание симметрии векторного вообще какой-либо геометрической структуры огромное количество дает... Вы можете думать про векторное пространство вы, а можете думать про группу его изоморфизмов, вот и это. Ну и вот этот объект очень красивый и достоин отдельного изучения, поскольку то, что важно, он еще зависит от того поля, над которым вы работаете, в зависимости от поля эти группы сильно отличаются, и до сих пор про эти группы есть много открытых задач. Замечательно. Теперь я хочу собственно понять, а как мне описать элементы этой группы и как что они в реальности мне говорят, и как я могу думать про отображение в такое давайте замечание. Если ну или как это скорее определение определение это отображение фи называется из В В и вырождено если фи обратимо обратимо или эстезоморфизм и что самое главное что матрица А называется невырожденной равносильно тому что соответственно соответствующее линейное отображение жене которое задается этой матрицей из К в степени Н в себя должна быть из одного пространства в другое поэтому это квадратная Н на Н матрица значит она называется невырожденной если и только если соответствую линейное отображение будет тоже невырожденным вот и замечание которое здесь есть что выбрать не вырожденное невырожденное равносильно тому что ну чего как мы значит мы знаем что мне нужно чтобы образ А был все значит что им А было все В потому что ядро А нулевое или значит это можно записать так вот у меня написано образ значит что столбцы столбцы матрицы А линейно независимы то есть почему это так потому что у меня значит столбцы матрицы А это образы базисных элементов это А Е 1 А Е Н ну и мне нужно чтобы образ был все то есть чтобы эти вектора образовывали базис в в образе ну значит чтобы они были линейно независимы это ровно здесь и написано ну и соответственно это та вещь которую можно тем или иным способом проверять ну и соответственно следствие что выбрать количество имеется имеется объекция между элементами группы Ж Л В ну или давайте ее когда я фиксирую пространство то я напишу Ж Л от К то есть Ж Л от К степень n и базисами и множеством базисов базисов в векторном пространстве К степень то есть я просто хочу сказать что чтобы задать то есть я могу посмотреть на невырожденную матрицу а могу выбрать просто базис то есть выбрать по любому базису у меня строится невырожденная матрица и назад и в частности вот то упражнение которое очень полезно сделать это например вычислить количество элементов в руки Ж и Л над конечным полем потому что над конечным полем у вас количество матриц конечно их там у вас n на n матрица квадратная n на n значит не n квадрат элементов из Q ну вот значит нужна такая хорошая задача вычислить сколько среди этих матриц обратим их считать множество обратимых матриц довольно противное дело вот считать множество базисов штука существенно более понятная ну и значит последняя вещь которую полезно рассказать это собственно что такое тоже такая вещь из линейной алгебры которую рассказывают в форме это матрица замены базиса замены базиса значит я хочу теперь значит я вам говорил как как построить по линейному отображению фи как построить по нему матрицу но для того чтобы это построить мне нужно выбрать базис что это означает то есть вот у меня было мое векторное пространство в было векторное пространство w и вот у меня было стандартное арифметическое пространство k в степени n вот значит это я выбрал базис здесь который мне отображение E которое мне выбор базиса здесь это выбор отображений с k в степени n сюда выбор базиса здесь это отображение из заданного арифметического пространства в мое вот у меня было мое отображение фи вот и по нему я построил матрицу А а теперь спрашивается что произойдет если если я возьму возьму выберу другой базис k в степени n выбрать другой базис значит я выберу другое отображение E штрих из того же самого из того же самого арифметического пространства вот а здесь соответственно выберу и в образе тоже давайте выберем F штрих и я хочу здесь у меня построилась новая матрица А штрих я хочу выразить эту матрицу А штрих через исходную матрицу А значит для этого мне нужно нарисовать построить отождествление между вот этими поставить построить изоморфизмы между арифметическими пространствами взять элементы моей группы ЖЛКВ один элемент здесь один элемент здесь давайте здесь это С у меня будет здесь у меня будет Д что это значит то есть я должен построить изоморфизм между КН и КМ который мне один базис перевело в другой базис ну значит как это записывается это записывается что Е штрих вот это отображение Е штрих это композиция этих двух отображений это Е С ну и соответственно F штрих это F D вот эти самые С и D и называется матриц это матрица замены базисов потому что значит вот у меня зафиксированы новые базисы я хочу все выразить через старый зафиксирован здесь я хочу новую матрицу выразить через старый ну и тогда из этой же диаграммы я могу получить то что написано в нижней строчке да ну диктуйте как связаны А и А штрих что я хочу через что выразить наверное мне я хочу А штрих выразить это чтобы пройтись вот так это то же самое что пройтись так так а вот это нужно обратить потому что вот это вот у меня все изоморфизм ну значит композиция идет в обратном порядке поэтому я сначала пишу С потом А потом D в минус первый ну и теперь значит это давайте уже заодно напишем про вот эту матрицу как собственно устроена замена координат вот здесь то есть если у меня был вектор если V который элемент из V он имел вид суммы E и V и E' V' и тогда то расписывая по тому что здесь будет это E' это E или матричной форме это E на V E' на V' ну соответственно это будет это равно E на V а с другой стороны это будет равно опять-таки из этой диаграммки я получаю E C на V' штрих откуда следует что V равно цена V' то есть координаты в старом базисе выражаются через координаты в новом базисе через вот эту самую обратимую важно что она обратима матрица замена вот хорошо значит теперь вектор V' он из самого левого вектор V отсюда это я описал что происходит вот с одной половинкой чтобы пояснить что вот это что здесь написано собственно вы можете сделать то же самое здесь но на мой взгляд запоминать запоминать в векторном виде существенно сложнее чем запомнить вот такую диаграммку значит как я говорю слова коммутативная диаграммка значит что я как ни если я двигаюсь по стрелкам то есть у меня есть разные пути хождения то я получаю одно и то же то есть что ходить вот так что ходить вот так это одно и то же вот оно написано в этом месте там что ходить вот так что ходить вот так, это одно и то же. Поскольку это обратимая вещь, то я могу пройтись вот так, могу пройтись так. Это означает слова коммутативная диаграмма. Очень советую к нему привыкать, потому что это действительно удобнее помнить, чем помнить все в координатах. Так, значит, последний вопрос, который меня интересует для дальнейшего, чтобы переходить, наконец, к детальному изучению вот этой группы и многих других групп, состоит в том, чтобы, а как, собственно, понять еще, если мне дана матрица, что мне сделать, чтобы вычислить, сколь она обратима или необратима. Значит, последняя вещь, которую хочется проделать. Значит, это вычисление, пусть у меня дана матрица А, и я хочу найти понятие, обратимая она или нет, и заодно найти обратную к ней матрицу. Ну и хотим, хотим найти обратную, обратную матрицу. Значит, как вы думаете, как это делается на компьютерах? Те, кто знают всякие определители и прочее, как… Ну, что означает привести к диагональному виду? Через метод Гаусс. Да, ну, то есть знающие люди… Качестве расширения записать и… Да, да, да. Это действительно то, что используется в машинах, потому что считать… Значит, то есть априори действительно для матриц, чтобы найти ее обратную, можно прямо найти формулу. То есть, например, такой пример, который вы можете… Который нужно уметь делать, это как найти… Если у меня дана матрица 2 на 2, такой типичный вопрос на экзамене по линейной алгебре, написать обратную матрицу… Ну, скорее, на комиссии по экзамену по линейной алгебре… Написать обратную матрицу к 2 на 2 матрице. Кто знает, какой ответ будет? Это еще та вещь, которую проще сделать руками или по явной форме. То есть вы пишете единица на определитель, А, D минус B, C. А здесь пишите какую матрицу? Нет, вот так вот. А вы как мне предлагали? Боится и поменять местами? Да. И не стоит. Вы бы не прошли экзамен. Ну, можно просто явно проверить, что эта матрица просто считается. То есть подтверждается, что есть утверждение, которое я сейчас не буду доказывать, которое использую из теории определителей. Видите ли? Можно получить явную формулу. Получить явную формулу для обратной матрицы. Формулу для обратной матрицы. И действительно, там для 2 на 2 это еще работает хорошо, для 3 на 3 уже чуть хуже, но тоже посильно. А дальше уже никто так никогда не делает. А что делают? Делают действительно, пользуются именно методом Гаусса, который состоит в следующем, что я напишу матрицу А и напишу рядом единичную матрицу. И дальше, то есть вот, например, у меня была матрица А, Б, С, Д. Здесь я напишу 1, 0, 0, 1. А дальше буду делать элементарные преобразования строк матрицы. Эти элементарные преобразования строк, которые мне на моем языке, эти элементарные преобразования строк соответствуют разному способу выбрать базис. Теперь вопрос где? Выбрать базис в каком пространстве? Кто знает? Значит, когда я меняю строки, то это что? Значит, элементарное преобразование строкности, я должен там делать одновременно строки, замену строку всей матрицы. Значит, утверждение, которое я сейчас не доказывал, но хочу видеть, значит, что ну, там, например, замена замена двух строк это то же самое, что умножение умножение слева на квадратную на обратимую матрицу, матрицу, которая имеет вид ну, здесь, например, всю до единицы, а в ито и житой строке у меня ито и житая строчка на диагонали нули в других местах единицы. Ну, или там умножение, прибавление к одной строчке другую, умноженное на число, тоже задается умножением слева на какую матрицу? Узнаешь? Умножение одной строчки это действительно заменить числом, а прибавить к одной строчке другую, умноженное на число. А, там прибавить лямбда. Ну, там нужно прибавить лямбда на какое место? В какой строке? В каком столбце? И житую как раз. В этой строке, в житом столбце это к этой строчке прибавить житую. То есть, все элементарные преобразования можно получить путем домножения слева на обратимую матрицу. Я утверждаю, что это на языке отображения векторных пространств это что означает? Что я меняю? Я меняю базис. Вопрос, где я меняю базис? В В или в Дубль В? У меня была вот матрица отображения А. Я ее слева умножаю на какую-то матрицу. Это что я делаю? Я меняю базис где? В образе или здесь или здесь? Кто голосует за В, а кто за Дубль? Ладно, тогда ставим. Не хочу отвечать на этот вопрос. Это вопрос, который нужно продумать самому. Действительно, то есть, посмотревши на эту картинку, все можно выводить. следствие к этому будет какое, что если я эти элементарные преобразования, это умножение слева на матрице Q, которая обратимая, я умножаю одновременно всю строчку, поэтому я умножаю все столбцы последовательно. это действие вот такого сорта. Ну и тогда, если я элементарными преобразованиями строк смог дойти до матрицы вида Е, а здесь В, то вот это что означает? Что QA равно Е, QE равно В, это означает, что мое В просто совпадает с Q, а произведение В на А равно единице. И вот это как раз В и является обратной к матрице А. Ну и как вы понимаете, что количество действий, которое нужно для того, чтобы найти обратную матрицу, оно порядка n в кубе получается, а не то есть порядка столько, сколько требует метод Гаусса. Порядка n в кубе в отличие от формулы преопределителей, где действие и количество порядка n в кубе. Ладно, все на сегодня. на этом. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ